Юрий Рождествен Автопортрет Маслом Как-то раз во время обеда, когда полеты были прекращены, а над аэродромом была тишина, нарушаемая только щебетом птичек, по ралежной дорожке гордо шел кот. В лапах у него были свернуты в трубочку огромный кусок бумаги, набор красок, кисточка и карандаш. «Эй, кот, ты что собрался делать?» – спросил его маленький самолетик. «Ну, разве не видно? Рисовать портрет маслом!» – с гордостью сообщил кот. «А разве маслом рисует? Его же заливает маслобак для смазки двигателя». «Ну, вы, самолетики, не образованные, это так просто говорится – рисовать маслом. А на самом деле есть такие специальные масляные краски, которыми рисуют настоящие художники». «А что ты будешь рисовать?» – «Ничто, а кого?» – поправил кот. «Ну, кого ты будешь рисовать?» – поинтересовался самолетик. «Конечно же, себя!» – такой рисунок называется автопортрет. И кот начал приготовление. Развернул лист бумаги, прикрепил его к стене ангара, тщательно размышал краски, точилкой заточил карандаш. «Кот, а зачем тебе карандаш? Ты же красками собрался рисовать!» «Глупцы, карандаш нужен для того, чтобы сделать набросок, то есть черновик рисунка. Так мне в школе по рисованию вчера рассказали. «Сначала рисуем контуры будущего портрета карандашом, ну, как в детских раскрасках, а только потом красками продолжал учить самолетиков гордый своими познаниями кот. Вот он встал напротив листа бумаги, чтобы солнце освещало кота, а на листе была видна его тень. Вытянув лапу, стал старательно обводить карандашом по тени контур своей головы, даже язык высунул от усердия. «Эй, самолетик!» — крикнул кот. «Отодвинь крыло, разве не видишь, что тень от него падает на мой рисунок и мешает мне сделать набросок?» «Не могу, все механики на обеде, и подвинуть меня некому!» «Ну, какие же вы ленивые самолетики! Без механика даже пару метров отъехать не можете!» «Ну, ладно, я сам попробую!» — ответил самолетик. Самолетик включил зажигание, пропеллер закрутился, он еще поддал газу. «Что ты делаешь?» — заорал кот. Но было уже поздно. Вихрь от пропеллера поднял его над землей и с размаху припечатал к листу бумаги. В следующую секунду поток воздуха опрокинул банки с красками и, как от гигантского краскопульта, погнал разноцветия прямо на испуганного кота. «Остановись, выключи двигатель! Что такое? Опять тебе не нравится?» — оглянулся самолетик и чуть было не упал со смеху. На листе бумаги был нарисован фантастические разноцветные пейзажи из красных, синих, желтых полос и пятен, а посередине белел четкий контур кота, раскинувшего во все стороны лапы. «Что здесь происходит?» — спросил руководитель полетов, прибежавший к ангару, когда услышал вопли кота. Кот показал ему на стену ангара. «Это все этот маленький самолетик виноват!» — отплевываясь от краски, ругался кот. «Да нечаянно он!» — смеялись вокруг все самолетики. Руководитель полетов посмотрел на рисунок и сказал. «А этот авиапортрет маслом я повешу у себя в кабинете на самом видном месте». До позднего вечера самолетики отмывали кота, от краски окуная его в бочку с водой. «Ну, маленький самолетик, ну, спокойной тебе ночи!» — засыпая, фыркнул кот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова